ну что друзья очередной привет или владимир прокатистику.ру осень самое время подумать над тем как вы провели этот сезон и соответственно задуматься на тему того что улучшить ваши лодки на следующий сезон так что конечно приглашаем наш сервисный центр но мы собрались здесь сегодня для того чтобы подобрать винт для лодочного мотора и для лодки для комплекта альбакор 47 слайд и honda 60 если вы хотите правильно подобрать себе винт и понять как это делается смотрите это видео предпосылка послужила следующим просьба нашего клиента нашего заказчика которому сдали лодку середине 2020 года она у нас была на видео обзоре мы протестировали все подобрали скорости ну в принципе 57 56 57 58 километров в час где-то было так удобоваримо ученского ребят ведь давайте попробуем что-то другое сделать все-таки испытать затестим мы не отказываемся в нашей компании эта услуга в целом платная и подбор винта на лодку у нас стоит от семи с половиной до десяти тысяч рублей мы выезжаем на воду берем несколько винтов в данном случае у нас собой три запасных винта разного диаметра разных шагов но материал один алюминиевый потому что сталь подбирается отдельно просто как берется алюминий ну и соответственно почему вы собственные нет делаем доброе дело сами себе не скрываем зарабатываем деньги имеем колоссальный опыт понимаем что делается как делается с какой загрузкой ну и соответственно мы на реке москва-река октябрь 2020 года ну в общем то начнем с того что проверим изначально скоростные характеристики на текущем винте с тем с которым мы сдавали нашему клиенту нашему заказчику этот комплект настоящий момент на лодке установлен вторую еще раз двигатель honda bf 60 это самый тихий самый мощный самый экономичный мотор данной мощности имеет достаточно хитрый редуктор значит и винт у него 11 на 15 от компании solos навеска у нас на второе отверстие навеска мы сегодня никак играться не будем вынос все такое лучше все стандартно все что мы показывали в нашем виде давайте пробовать пошли водку потестируем посмотрим покатаемся проверим все параметры и подберем оптимальный винт может быть это будет самым оптимальным винтом который мы подобрали в прошлый раз посмотрим хотел показать опорное колесо от именитого производителя кстати компания респа прицеп все здорово проехал три километра в принципе затягивал от магазина до слипа чего произошло вы можете 3-4 километра проехал взболталась прилично поэтому ребята снимайте эти колеса я затягивал вот вот так вот красиво все подтянул вот смотрите почти 10 наверное оборотов подтянул и поехал без колеса не остался вот такой именитый производитель оранжевые кстати ролик стоят вот эти вот ролики специально для алюминиевых лодок потому что если черный будут стоять их прорежут примерно за сезон за полтора вот это опорные ролики стоят поддерживающие они уже могут быть резиновыми а вот те келевые подкилевые должны быть абсолютно нормальными либо синего цвета из полиуретана либо идут оранжевого цвета вот так в целом прицеп конечно изменился стал получше здесь у него каретка которая пускается все здорово но в общем дорого богато хорошо что-то туда же смазаны все нормально нагрузка мощная в целом прицеп классный очень удобный возится легко есть нюансы как всегда человек увозит лодку притягивает вот таким перекидным ремнем обычный дешевый недорогой вот баклов нет никаких соответственно притягивает очень здорово и перевозит смотрите что происходит на все за пенка она конечно от вибрации начинает разогреваться плюс притягиваться соответственно деформироваться здесь она просто сплавилась здесь он просто сплавилась давайте смотреть на резину чуть не произошло вот так вот деформировалась резина на привальном брусьях вот этой лодки пошли посмотрим что с другой степень здесь тоже самое деформации и соответственно информация привального бруса здесь я бы стал так что здесь видно сточилось очень лихо плюс ко всему структуру фактура нарушилась не не стоит этого делать не допускайте таких вещей ну что вот скинули лодку как оказалось прибора контроля гармин у нас с собой нет ну да бог с ним сейчас возьмем мобильный телефон наш фондочка пока прогревается на улице плюс 10 где-то плюс 12 наверное вот такие тонкие шнурки человек сейчас мы все это хозяйство меняем даже для кранцев надо ребят использовать более толстые шнурочки да вот крючка здесь конечно не хватает на альбакоре надо будет нашим ребятам сервисе сказать нашему заказчику поставили скинулся кстати быстро благодаря прицепу компании респа вот эти оранжевые ролики это как раз из полиуретана более жесткий для алюминия на роликовом прицепе скидывается легко и непринужденно все здорово все классно все хорошо вот кто-то ругает респа кто-то и кому-то они нравятся дорогие хорошие прицепы мне они в принципе нравится минус роликового прицепа цена соответственно вот эти ролики надо сразу менять комплект с резиной на полиуретан и то что центр тяжести чуть повыше стоит лодка нежели чем на обычном лужементом прицепе но у кого из лужемента тут абсолютно спокойно может их заменить на систему слипования от практик про как на механическую так и на гидравлическую в принципе механика стоит в районе 25-40 тысяч рублей гидравлик стоит от 60 до 80 зависимости от модификации прицепа что поехали на первое испытание посмотрим что там получилось у нас начну я с винта с маркировкой black edition от компании солос это винт 11 6 на 14 то есть я сейчас уменьшаю шаг на 1 дюйм соответственно у меня должны прирасти обороты но при этом я увеличиваю диаметр я хочу посмотреть что произойдет этот винт себя показал в последние разы с офигительной просто страны максимально упорист на моторах 40-50 лошадиных сил но 60 конечно это тяжелый мотор мощный мотор и я думаю что он его прокрутит но я для себя все-таки хочу сделать некие определенные орг выводы ну и понять что получится когда меняете винт обязательно проверяйте вот здесь упорную шайбу заднюю упорную шайбу чтобы на ней не было здесь лески это очень важно на самом деле ну и соответственно здесь на валу должна быть смазка тефлоновая либо водоотталкивающая чтобы не прикипал винт от выхлопных газов она здесь здесь его мало но так человек нам привез и на сезонная подготовка сезонному хранению после подбора винта мы здесь нанесем аккуратненько ну и посмотреть на сальнички вообще что там как с ними дела здесь в порядке все нормально то есть на самом деле на все надо обращать внимание так ну что берем наш винт компании соус одеваем его чем наш лиц и попадем одеваем переднюю опорную шайбу вот так вот дальше маленькую шаюбочку гаечку и потом ключом и шплинтик вуаля дело мастера боится погнали так 6200 набрали 60 километров в час ну это по течению поехали против два заезда по течению против течения соответственно 6200 6300 набирает это предельные обороты отсечки нет при полной работе трима соответственно двигатель откидывается и начинает проскальзывать классить все классическая схема скорость 60 километров в час ну достойная хорошая скорость температура воздуха сегодня в районе 12 градусов но это так летом мы кстати снимали температура была в районе мне кажется 20 23 в принципе это тоже влияет на самом деле еще раз повторюсь 11 6 на 14 я не знаю по течению против течения сегодня что-то как стабильная прям вот вода как будто все закрыто и никто никуда не ходит тем не менее справлять тестировать мы сейчас будем но упор хороший быстро набирает скорость оборота прям выросли мгновенно уже 6000 в прошлый раз трим отрывался винт начинал скользить после шестидесяти пяти процентов примерно пошла отсечка 61 пошла отсечка потому что обороты за 6 ну в целом как это как говорил мой математик чтд что и требовалось доказать в общем-то оборота максимальная скорость 61 все здорово винт хорошо цепляется диаметром и позволяет но у меня есть запасной вариант 11 4 на 15 увеличенного диаметра либо дальше стали уже там разгонять хорошо упор прям классный очень хороший винт я думаю что плане показатели по экономичности где-нибудь на 4500 мы сейчас поверим 9 литров в час скорость 42 километра наш чуть меньше будет куда 40 километров идем 4 300 обороты вот совсем скучно чет совсем скучно так 40 идем восемь с половиной литров расход на шестьдесятки вопросу оба экономичности мотора эко режим 4 500 8 и 7 расход 8 487 ну даже 9 на 60 сильно мотор и причем если сюда посадить еще одного человека показания не изменится абсолютно так 3 процентов на 50 сделаем вот еще горит режим эко соответственно мы идем в экономичном режиме 45 километров в час расход 11 дальность хода можно посчитать целом выбег то есть вот 10 и 8 11 литров расход 45 километров в час очень круто стабильно хорошо мне понятно поехали менять на винт на другой винт да что ж ты ядреный кочерыжка 14 как и ожидалось прокручивается даже с его большущим шагом 11.6 достигает оборота вы сами все видели ну в общем то на очереди 11.4 на 15 ставим так ну что друзья все посмотрели винт мы поменяли 15 шаг 11.4 то есть это на 0.4 дюйма больше нежели чем было было 11 на 15 оригинальный фактически от компании хонда сейчас мы поставили увеличенного диаметра ну поехали что я могу еще сказать хорошо выходит на глис очень быстро уверенно очень уверенно давайте посмотрим сразу на скорости 50 км в час сейчас мы поставим какой будет у нас не не 50 45 км в час мы с вами шли вот так 45 так трим примерно на 50 процентов посмотрим на расход топлива вот 45 вот 45 не 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 столько столько много не надо вот примерно вот примерно вот так был 14 стал 15 ну и соответственно диаметром немножко поменялись но вот этот винт даже экономически получается то есть сейчас расход 9 и 9 а был 10 с половиной а то что кто 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 катался тоже полезный аргумент ну давайте максималку посмотрим ну то есть 262 километра в час трим 89 процентов практически это мы идем сейчас по течению но отсечка не срабатывает это кстати хорошо то есть в принципе полные обороты на этом винте выкручивает ну пошли против течения попробуем 6250 обороты 63 64 километра в час по течению против даже не знаю ну в общем все на камере видно расход скорость обороты ну что хочу сказать неплохой винт то есть увеличили диаметр на 0 4 вместо 11 до 15 поставили 11 4 на 15 ну хорошие показатели кстати то есть прибавили 3-4 километра в час упор а я знаю почему в конце расскажу ну что начинается дождь ко мне приехал винт 11 и 4 на 16 то есть еще более упористый сейчас поставим винт с большим диаметром на двигатель honda 60 хороший редуктор прокручивает нормально хорошо висит мотор сейчас посмотрим какие будут результаты забега на этом винте вместо 15 15 в топе заменили вместо 15 11 4 на 15 поставил 11 4 на 16 то есть по классической теории по практике по практике у нас сейчас должны упасть обороты до не до а на примерно 250 единиц максимум по тахометру мы сейчас видели с вами 6 250 попробуем получать должно видеть 6000 ну давайте посмотрим соответственно как всегда нам дождь поможет все как всегда это 45 км в час смотрим расход значит на 14 винте был расход 10,5 на 15 винте дай бог мне памяти 9,5 например 9,9 9,8 9,5 давайте посмотрим что будет сейчас на 16 во-первых запишем показания как выходим на глисс тяжело но выходит сразу поджатым тримом вот 45 км сейчас уже проскочили поставим сейчас где-то примерно 50-50% трим поставим скорость 40 45 сейчас поставим по оборотам тут примерно 45 9,9 расход почему нет 4400 оборота десятка примерно скорость 45 ну нормально давайте смотреть что у нас на максимуме винт тяжелее чем 15 чувствуется более тугой выход в глиссирующий режим это раз значит умозаключение следующее то есть все-таки для загрузки одного человека можно поставить 16 винт мы эти рекомендации передадим нашему заказчику нашему клиенту покупателю и для загрузки в два человека там еще что-то можно поставить винт нужно поставить винт 11,4 на 15 то есть это более подходящие винты к данному комплекту тем более лодка все же рыболовная будет загружена корма если люди еще зади сядут и соответственно и аэратор то в общем эта лодка будет очень тяжело выходить в глиссирующий режим на 16 винте и не доходить до своих оптимальных оборотов в общем тот винт который был на 11,15 он подходит скажем так при большой загрузке там 4 человека 11,4 на 15 новый который протестировали он подходит для загрузки 2 человека плюс рыбалка хороший винт классный вот а 16 все же такой с натяжкой я бы так сказал вот поэтому в принципе основной винт повторюсь еще раз 11,4 на 15 вот таким образом мы испытываем ваши лодки смотрим на навески смотрим на винты смотрим на управляемость этой лодки чтобы была хорошая приемистость хорошая тяга не вызывало дельфинирование да да винты вызывают дельфинирование лодок они очень разные ну и соответственно добиваемся оптимальных параметров скорость стрим расход топлива соответственно все что показали мне сегодня в принципе почти повезло как всегда дождь это классная погода температура воздуха 12 градусов в общем в любом случае это откладывает определенные отпечатки на всевозможные тесты все таки когда погода попрохладнее лодка набирает скорость чуть даже выше как это ну классическая практика и теория значит что еще винты протестировали выводы сделали нашему заказчику все передадим скорости мы прибавили фактически ну стабильно 4 км в час я считаю что мы прибавили то есть стабильно скорость видна видна 63-64 она видна это означает что мы прибавили реально где-то порядка 4 км в час следующий этап если это необходимо то установка вертикального лифта к примеру от компании ерш которой мы занимаемся наша компания ну и соответственно установка уже стальных винтов и здесь уже прирост может быть еще дополнительных 3-4 км в час в принципе даже сейчас можно попробовать поставить винт при такой навеске поставить винт из стали ну надо подбирать его единственное что смотреть по производителям вот и в принципе даже прирост 2-3 км в час он однозначно даст ну и соответственно более лучший выход и даже где-то экономичность на средних оборотах на круизы друзья кому нужно правильно подобрать винт настроить комплект растолковать все как что обращайтесь в нашу компанию к нашим менеджерам либо ко мне или Владимир компании ну и как всегда подписывайтесь на наши аккаунты в инстаграм youtube facebook и прочее мы всегда вам будем рады видеть будем рады вас видеть соответственно отвечать на ваши вопросы консультировать ну и заходите в наш классный водномоторный чат семь футов это круто там много вопросов много ответов борьбы интересных идей воплощений с вами был Илья Владимир пока